А теперь, внимание, внимание, внимание. Это произошло в Тбилиси осенью 1989 года, в середине белого дня. Эти кадры неопознанного летающего объекта были сняты грузинским телевидением, правда, при весьма забавных обстоятельствах. Тбилиси часами, оторвав себя от работы и важных дел, наблюдали траекторию полета этого объекта, обменились впечатлениями, звонили своим знакомым и друзьям и даже заключали пари о том, что это такое. Но дело в том, что наши коллеги выехали снимать певицу Майо Джаба, а не запланированную летающую тарелку, что произошло единовременно. Ах, как, вероятно, трудно было петь этой прекрасной певице, когда окружающая ее толпа людей была занята не ее прекрасным исполнением, а полетом этого странного предмета. Да и самой, наверное, ужасно хотелось задрать голову вверх и посмотреть, ну, что же там такое летает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Давайте еще раз смотримся в эти исторические кадры. Может быть, некоторым из вас этот сверкающий объект кажется обыкновенным метеозондом. Ну что ж, у каждого может быть своя точка зрения. Мне, например, кажется, что это обыкновенное НЛО. Они появляются на Тбилиссе теперь довольно часто. Как утверждает Талис Шоня, некоторые из них не видны. Для того, чтобы их зафиксировать, необходимо фотографировать в особом частотном режиме. Вообще, как видите, проблема НЛО стала достаточно актуальна, чтобы заняться ей всерьез. Мы показываем вам почти всю траекторию полета этого неопознанного летающего объекта. Появления на ЛО на Тбилиссе были зафиксированы и ночью. Да, шутки шутками. Однако, обратите внимание, этот объект движется с разной скоростью. И очень ярко светится даже на фоне столь ясного и солнечного неба. Пользуясь возможностью, поскольку я все-таки так и не добрался до обсерватории, я хочу обратиться к грузинским астрономам с просьбой прислать нам их заключения и соображения по этому поводу.